This conference will now be recorded. В начале нашего вебинара я расскажу вам пару слов о нашем учебном центре, о программе трудоустройства, и далее мы с Александром Савочкиным, ведущим преподавателем по курсам САПР, обсудим, как планировать и развивать свой карьерный путь конструкторам и проектировщикам. В конце я расскажу вам о подарках, которые получит каждый, кто зарегистрировался на этот вебинар. Итак, учебный центр «Специалист» на рынке образовательных услуг уже более 29 лет. В этом году у нас будет юбилей, и мы за это время обучили более 1 миллиона человек. На практике мы заслужили звание ведущего компьютерного учебного центра России. Мы гарантируем вам 100% качество образования. Для этого мы используем уникальную бауминскую методику преподавания, современные технологии проведения обучения и практикоориентированный подход. Вот у нас есть такая программа трудоустройства, и вкратце я сейчас о ней расскажу вам. Во-первых, на этапе обучения мы используем реальные кейсы, потому что, наверное, многие из вас сталкивались, что после выхода из университета работодатели не так сильно интересуют ваши знания, как интересуют ваши практические навыки. Поэтому максимум практики в наших курсах – это наш девиз. Следующий этап в программе трудоустройства – это после обучения главное выйти правильно на рынок труда. Если вы искали работу достаточно давно и немножко упустили тенденции, которые происходят на рынке труда, в подборе персонала, как правильно проходить собеседование, как искать работу, как составлять резюме, пожалуйста, приходите на наш курс, он бесплатный. 16 июня, раз в месяц он у нас проходит, 16 июня, ближайшая группа. Я ссылочку обязательно чуть позже в чат отправлю. Также у нас есть индивидуальные консультации, где мы с вами можем в индивидуальном порядке разобрать какие-то ошибки в резюме, либо в поиске работы. Также можно на них записаться. Также мы регулярно проводим дни карьеры в онлайн-формате, где работодатели презентуют свои вакансии. В новостях, пожалуйста, следите за этой информацией. И у нас есть каналы, где мы размещаем вакансии от наших партнеров. Наши партнеры – это те работодатели, которые обучают у нас своих сотрудников. Они оценили по достоинству качество обучения и хотели бы себе вот таких выпускников в штат. Соответственно, нашим выпускникам они будут отдавать преимущества. Ссылки на эти группы я также чуть позже отправлю в чат. Итак, на этом я свою часть вводную закончила. Сейчас хочу передать слово Александру Савочкину, нашему ведущему преподавателю по курсам САПР. Александр – преподаватель-практик, выпускник МГУ имени Баумана, имеет богатый опыт профессионального использования САПР в инженерно-технических разработках, обладатель 10 престижных международных сертификаций от Одесса, SolidWorks и сертифицированный специалист по CSWP. И далее мы обсудим, как инженерам, проектировщикам, конструкторам повысить свою производительность труда с помощью современного инструмента 3D-проектирования SolidWorks. Александр, готова передать вам слово. Да, я на месте. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, приветствую вас, уважаемые слушатели. Да, меня уже представили. Давайте я немножко о себе вкратце расскажу. Собственно, как сказали, закончил МГТУ имени Баумана в 2005 году по специальности подъемно-транспортной, строительной, дорожной машины, квалификации инженер. И, соответственно, с этого момента все время начал работать по специальности. В 2006 году поступил на работу во ВНИЭТМАШ в должности конструктора в отделе механизмов металлоконструкции и принимал активное участие в разработках подъемных кранов для атомных электростанций. Но, собственно, потом на это мой путь именно в качестве специальности закончился. Но, тем не менее, я продолжал трудиться инженером, конструктор, работал в других областях и в основном в объектах связи. И с 2013 года являюсь практикующим преподавателем учебного центра специалист. Но по-прежнему продолжаю использовать SolidWorks в различных проектах. И, собственно, сам SolidWorks впервые я с ним познакомился в 2003 году. За это время набрал уже большое количество опыт. Каждый раз обновляю знания. И, в общем, да, являюсь обладателем различных сертификатов. То есть являюсь сертифицированным пользователем от компании SolidWorks. Все сертификаты представлены на экране. Но перейдем к другим. Значит, почему нужно изучать SolidWorks? Ну, во-первых, что такое SolidWorks? Предмет изучения. Это SAPR. Это система автоматизированного проектирования. Это, конечно же, инструмент прежде всего. И что дает этот инструмент? Вот этот инструмент, да, он существует уже с 95-го года. С 95-го года каждый год выпускается новая версия. И это программное обеспечение стало проверенным отраслевым стандартом для проектирования и конструирования. Данный продукт представлен в огромном количестве областей. Начиная от аэрокосмической промышленности и кончая разработкой и проектированием товаров народного потребления. Соответственно, это удобное и эффективное решение. И помогает оно разрабатывать и проверять продукцию. А также, да, у нас сейчас, в общем-то, мир такой коммуникации. Мы все обмениваемся с информацией. Соответственно, этот продукт предоставил возможность обмениваться и управлять информацией. В общем-то, он создан для того, чтобы воплотить ваши передовые идеи в успешный проект. Соответственно, SolidWorks охватывает различные аспекты проектирования. Такие, как непосредственно самопроектирование, то есть разработку изделия. Конечно же, это моделирование. Да, моделирование. То есть нужно проверить работоспособность вашего изделия. Да, не прибегая к построению опытных образцов и модель. То есть на этапе уже разработок какие-то неправильные решения отбросить. То есть, естественно, оценить стоимость, проверить технологичность, подготовить, разработать оснастку, необходимую для производства. Ну и, конечно же, подготовить техническую документацию, на основе которой ваши изделия, ваши разработки будут изготавливаться. И, в общем-то, данный программный продукт является одним из самых востребованных не только в России, но и во всем мире. И, в общем-то, инженеры и проектировщики, которые знают SolidWorks, они, конечно же, являются очень востребованным на рынке труда. Давайте я сейчас расскажу о программе обучения, о программе обучения, столь замечательного продукта. Я представлю дипломную программу и комплексную программу. Соответственно, продолжительность дипломной программы… Александр, а может мы сначала немножко про вообще тенденции на рынке труда вот так поговорим? Давайте тогда. Передаю тогда презентацию, да? Продолжение следует. Продолжение следует, если сейчас иметь свои особенности. Где это возможно? Человеческий труд стал заменяться машином, и это требует от специалистов осваивать новые компетенции, возникающие с этим трансформационным процессом. И вот такие сейчас термины, которые появились на рынке труда. Digital outsiders, digital immigrants и digital natives. Кто такие Digital Outsiders? Это люди, которые сопротивляются цифровым инновациям. Digital Immigrants — это те, кто получают цифровые знания избирательно, например, только для выполнения трудовых задач или для общения. И Digital Natives — люди, для которых цифровые знания и навыки представляют существенную часть жизни. И в развитии цифровых пространств они видят скорее новые шансы и возможности. Скорее можно сказать, что Digital Natives — это то новое поколение, которое уже растет с планшетом в руках. И здесь я вот на слайде подобрала такие картиночки, когда мы видим в профессии проектировщика, если все раньше делалось в отделе с помощью чертежей от руки, то сейчас, естественно, профессия развивается. И кто не поспевает за вот этой Digital Transformation, тот остается на периферии вот этого рынка труда и уже не конкурентоспособен. Сейчас требуется, чтобы на выходе вы уже, можно сказать, на выходе из университета для трудоустройства вам требуется знание определенной программы, в которой работает предприятие. Также хочется отметить, что есть еще такие направления трансформации профессиональной деятельности, как многозадачность, которые требуют широких навыков и компетенции от современных работников, постоянного обучения и обновления квалификации. Также выполнение профессиональной деятельности при помощи цифровых средств труда, оборудования и технологий, особенно на среднем и сложном уровне квалификации. И также возникновение гибридных или комбинированных смешанных профилей профессиональной деятельности и режимов труда. По режимам труда хочу также сказать, что если раньше мы с вами не могли представить, как это не ходить на работу, то сейчас после пандемии у нас возникли такие формы занятости, занятости, как частично удаленная или вообще удаленная для многих профессий, это уже стало нормой. Также возрастает количество профессий на стыке. То есть очень сейчас востребовано, если вы являетесь уже специалистом в какой-то своей профессиональной области, изучать профессию на ее стыке и расширять тем самым свои компетенции. И тогда можете хорошо конкурировать на рынке труда в своей области. Таким образом, чтобы стать современным инженером, вам надо закончить ВУЗ, получить диплом по профессии, где вы осваиваете основы профессии и основные навыки. Однако, если вы на выходе из института не владеете навыками работы в программе, которой пользуются предприятия, то вы, к сожалению, будете не очень конкурентоспособны. Вот. Навыки SolidWorks однозначно очень востребованы, если вы планируете развиваться в промышленном проектировании и моделировании в средних и крупных предприятиях машиностроительной отрасли. Здесь хочу подчеркнуть именно, что данная программа достаточно дорогостоящая и недоступна малому бизнесу. И если ваша цель – это крупные и средние предприятия, тогда SolidWorks вам подходит. И вот в условиях пандемии и в целом в условиях такого экономического кризиса, который мы наблюдаем последний год, стало ясно для многих, что надежнее всего чувствуют себя работники государственных предприятий, больших, стабильных предприятий. Что касается SolidWorks, именно этот САПР является основной и необходимой для работы, если вы для себя выбираете работу в крупных госкомпаниях или также оборонную промышленность. По количеству проданных лицензий SolidWorks занимает сейчас первое место в мире и в России. Что касается требований к кандидатам по данному направлению, помимо HardSkills, то есть у нас компетенции делятся на профессиональные и личностные, и мягкие и жесткие. Если мы, Александр немножко сказал про жесткие требования, то также для всех кандидатов в этой области, если вы хотите быть конкурентоспособным на рынке труда, вам также надо помимо специализированного программного обеспечения, например, SolidWorks, также быть уверенным пользователем компьютера, Microsoft Office, иметь техническое образование, желательно технический английский вам даст преимущество на рынке труда, также от проектировщиков и требует умения работать в команде и самостоятельно, персональный тайм-менеджмент и умение расставлять приоритеты в своей деятельности, а также необходимая для этой профессии, естественно, внимательность к деталям. Зарплаты по этому направлению доходят до 120 тысяч рублей и зависят, конечно, от ваших навыков и стажа работы. Александр, может что-то добавить еще? Какие-то комментарии? Конечно, я добавлю, вы правильно сказали, что по поводу работы, прежде всего, работы конструкторов, это особенно если брать крупные компании, крупные КБ, то это, конечно же, прежде всего, работа коллектива, потому что сложные изделия, сложные изделия, они не разрабатываются в одиночку, это труд большого числа людей. Поэтому, да, конечно, умение работать в коллективе, умение, соответственно, ставить себе задачи, ставить их выполнять, это, конечно же, очень важный мемо, помимо того, что необходимо соответствующее высшее техническое образование. Да, мы сегодня говорим о дипломной программе, которая, давайте мы ее, наверное, представим и потом еще немного прокомментирую, я также в конце. Да, теперь я расскажу непосредственно о программе обучения. Значит, программа состоит у нас из девяти уровней, да, я говорю о дипломной программе, но также озвучу и комплексные программы, какие у нас есть комплексные. Значит, продолжительность дипломной программы составляет шесть месяцев, и она охватывает, в общем-то, все, такой весь, больший спектр, основные возможности программного обеспечения SolidWorks. Она включает себя как обучение по базовым навыкам, обучение по оформлению конструкции документации, по работе со сборками, и, конечно же, затрагивает вопросы моделирования и получения таких презентационных материалов, таких как визуализация, анимация. Все это охватывает. То есть вот такой необходимый набор, да, чтобы чувствовать себя уверенно и сказать, да, я умею работать с программным продуктом, я умею им пользоваться. Какая предварительная подготовка требуется? Это, конечно же, базовая компьютерная подготовка. Ну, сейчас это не так актуально, но тем не менее, умение работать с компьютером нужно, без этого никак. И, соответственно, конечно же, нужен определенный опыт, опыт в области проектирования. Но у студентов, допустим, технических вузов нет, но под этим опытом я понимаю, что есть определенный набор базовых инженерных дисциплин, таких как начертательная геометрия, инженерная графика. Без этих дисциплин приступать к изучению программного обеспечения SolidWorks будет очень сложно. Я бы сказал, практически тяжело будет освоить, потому что все задания, весь материал, все-таки это инженерная программа, базируется именно на вот таких базовых знаниях. Какие особенности у дипломной программы? Сейчас я говорю про дипломную программу. Это, конечно же, современное программное обеспечение и учебный план. Программы курсов постоянно обновляются, каждый год выходит новая версия, соответственно, с этой версией и корректируется программное обеспечение и лабораторные работы. Общая программа составляет 272 часа и поддерживает различные форматы обучения, такое как традиционное смешанное обучение. Чуть позже я расскажу об различных типах обучения. Ну и, конечно же, дает те навыки и те знания, которые необходимы в работе. По окончанию вы получаете сертификат, но об этом также будет сказано чуть позже. Далее. Теперь расскажу в двух словах о комплексных программах. Помимо дипломных программ, у нас предусмотрены и комплексные программы. Их две. Это специалист по проектированию в области машиностроения Solidworks и, соответственно, специалист по проектированию и оформлению документации в области машиностроения Solidworks. Соответственно, комплексная программа состоит из трех или двух курсов. Первая комплексная программа состоит из двух курсов. Это основа проектирования и расширенные возможности. То есть она включает такие базовые навыки. Третья. Вторая комплексная программа включает еще в себя третий курс. Это оформление конструкции документации по ЕСКД. Единственная система конструкции документации. То есть там мы рассматриваем уже непосредственно особенности оформления чертежей. И вот эта вот программа, чем она отличается? Она сбалансирована по количеству часов и практических знаний. И, в общем-то, позволяет приступить сразу к работе. То есть получить какие-то определенные навыки и приступить к работе. А потом уже, уже дальше, вы сможете продолжить обучаться именно по дипломной программе. Теперь расскажу про форматы обучения. Какие форматы обучения? Формат проведения занятий. Это до пяти занятий в неделю. До пяти занятий в неделю. Ну, в общем-то, курсы по продолжительности разные. Есть и четыре, и три дня, и два дня разные. Один день есть курс. Поэтому до пяти занятий в неделю. Проводится либо четыре, либо восемь академических часов каждое занятие. То есть либо с десяти до семнадцати десяти, либо с восемнадцати тридцати до двадцати одного тридцати. Это, соответственно, четыре академических часа. Так как курс у нас практический, да, это не теоретическая программа, здесь нужно обязательно закреплять свои знания лабораторными работами. Поэтому в курсах предусмотрено большое количество лабораторных работ, которые как раз и позволяют закрепить на практике изучаемый материал. Значит, сами лабораторные работы по времени невелики, да, вот от пяти до тридцати минут время выполнения. Но каждая из этих задач, она представляет собой типовую ситуацию, которая возникает в процессе работы с данным программным обеспечением. И выполнив такое вот, да, большое количество лабораторных работ, вы закрепляете изученные навыки. Соответственно, на занятиях, конечно же, это прежде всего, это не просмотр роликов на YouTube, да, сейчас много разных. Но здесь у нас живое общение с преподавателем. Возникают ошибки, да, что-то непонятно, где-то требуется объяснение. И вот в процессе диалога мы разбираем задания, типовые ошибки разбираем, да, то есть я подсказываю, где что нужно сделать, как правильно выполнить и тому подобное. Так как дипломная программа и, в общем-то, комплексно предусматривает собой несколько курсов различных, и не у всех есть возможность, да, подряд, подряд идти по этим курсам. Поэтому у нас предусмотрено, конечно же, пожелание участника и согласно расписанию. Расписание у нас планируется заранее, на год вперед. Возможно, перерыв в обучение. То есть не обязательно все ждать подряд. Вы можете проходить в течение какого-то времени обучения и уже получать диплом. Ну и, конечно же, как Ольга сказала, что программа – это дорогая для домашнего использования, она, в общем-то, не предусматривается, да, не предусматривается. Но, тем не менее, да, я вот озвучил здесь требования, которые необходимы компьютеру, чтобы работать с этим программным обеспечением. Программа достаточно требовательна к ресурсам компьютера. Ну, это саппор. Это саппор. Все саппоры, они, в общем-то, требовательны. Теперь подробнее о типах обучения, которые проводятся. Первое, конечно же, традиционное, с которым вы привыкли всем обучаться, которое в институте, которое в школе, это очное. Очное, когда преподаватель вживую объясняет материал, слушатели выполняют задания. Также более такое продвинутое обучение – это открытое обучение. Открытое обучение отличается от очных лишь тем, что материал записан. Да, вот был занятие очное, записали мою речь, записали то, что я показываю, и поместили в личный кабинет на сайте специалист.ру. И такой формат, он дает огромное количество преимуществ, которые недоступны в очном. Это, конечно же, и самостоятельный темп обучения, и более спокойная обстановка. То есть вы не гоните, вы не поддерживаете темп класса, вы работаете в своем классе. И, конечно же, больше времени на ответы на вопросы. Соответственно. Но предусмотрены и другие форматы обучения. Я хотела добавить по открытому обучению. Это не значит, что вы самостоятельно дома сидите и смотрите видеозаписи. Вы в устанавливаемое время работаете с ними, время, которое вы выбрали, работаете с записью, но можете сделать паузу в любой момент. И преподаватель с вами в виртуальном классе. И вы можете к нему обратиться и задать любой вопрос, если вам что-то непонятно. То есть это не самостоятельное освоение материала. Это именно работа с преподавателем, но в своем темпе, а не в темпе группы. Да, именно так и есть то, о чем я говорю. И могу сказать, что большинство курсов по SolidWorks как раз проходят именно в открытом формате. И, в общем-то, слушатели, которые после очного приходят в открытое, в нем так и остаются. И вот по своей практике, да, с 13-го года я веду это самое открытое обучение, могу сказать точно, что успеваемость на нем всегда гораздо выше, чем на очном. То есть на нем всегда, ну, если на очном кто-то бывает, есть темп группы, да, есть темп группы. Кто-то опаздывает, кто-то сидит, скучает, потому что кажется медленно, но, к сожалению, не ускориться, не замедлиться нельзя. То в открытом обучении слушатель выбирает комфортный для себя темп и в нем работает. И более того, так как запись-то сама доступна 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, то время получения материала, в отличие от точного обучения, оно не ограничивается классом. Да, можно остаться после времени и проработать материал, а вопросы уже задать на следующем занятии. То есть различные способы коммуникации с преподавателем присутствуют. Поэтому если выбирать формат, то, конечно же, я всем слушателям рекомендую именно открытое обучение. Очень хороший формат. Ну и, как я сказал, есть и другие форматы обучения. При необходимости, конечно же, есть индивидуальное обучение, когда можно не по программе, какую-то заранее программу согласовать и по ней, соответственно, уже разбирать материал. Так, Ольга, вам слово. Да, одну секундочку. Коллеги, если можно, да, вот сейчас я расскажу еще пару слов про дипломную программу. Напишите в чат, да, кто вы, да, вот, кто сегодня собрался, чтобы мы больше поняли, для кого можно какие-то вопросы еще дополнительно осветить. Ноль, если совсем еще, только, ну, старт у вас в этой профессии. Единичка, если уже есть, допустим, высшее образование, но навыков SolidWorks нет. И двоечка, если уже SolidWorks начали изучать, чтобы нам немножко ориентироваться. Я сейчас хочу сказать пару слов про диплом, да, который вы получаете на выходе. Это диплом о переподготовке. Если у вас есть базовое образование высшее, то данный диплом является равным высшему образованию после окончания дипломной программы и свидетельствует, что вы специалист в этой области, но достаточно, так скажем, в области именно средств автоматизации проектирования в машиностроении. То есть достаточно узкая сфера. Вот. Называется это переподготовка по специальности. Естественно, если вы берете один из курсов, то после него вам выдается диплом о профессиональной переподготовке. Также, обучаясь по дипломной программе, после каждого курса по вашему запросу вы можете получить такой диплом о переподготовке. Данная дипломная программа, ее стоимость начинается от 77 890 рублей. Стоимость зависит от формата обучения. Очное, открытое обучение стоит дешевле. Очное стоит дороже. Вот. Но вот с Александром мы уже с вами как бы вас немножко убеждаем, что открытое – это очень удобно, причем экономит ваше время и средства. И для всех наших слушателей, кто сегодня собрался, я хочу такой сделать небольшой подарок. Это сертификат на скидку на покупку дипломной программы. Чем выгодно покупать дипломную программу полностью? Потому что это дешевле, чем покупка каждого курса по отдельности. Если вы всерьез решили изучить SolidWorks, тогда это более экономичный вариант. Тем более, что в течение трех дней после сегодняшнего семинара по промокоду, который вы можете назвать менеджеру, вы видите на экране, вы получаете дипломную программу, еще и скидку – 9000 рублей. Что еще хочется сказать? Немножко повторюсь. Я вам сбросила в чат ссылку на наш путеводитель по курсам SolidWorks. У нас достаточно такая разнообразная линейка. Есть дипломная программа, которая включает в себя 9 курсов. А также есть две небольшие комплексные программы. Программы переподготовки, которые включают в себя по 2 или 3 курса. Покупая несколько курсов сразу, вы экономите. Это очень удобно. В чем преимущество тех, кто также использует дипломную программу? Дипломная программа после ее окончания вы имеете право на скидку 50% практически на все наши курсы в онлайн-формате, на их приобретение. И также у вас есть ряд курсов, даже если полгода прошло, вы можете иметь и право на скидку 15-25% на ряд курсов смежных, профессиональных с этой дипломной программой. Это очень удобно, потому что, как мы с вами говорили, сейчас важно постоянно обучаться, свои знания актуализировать. Если какие-то у вас вопросы вдруг возникнут по выбору курсов, о том, как сделать это экономичней, и вы понимаете, что немножко сами затрудняетесь разобраться, как вам из точки А, в которой вы находитесь сейчас, прийти в точку Б с помощью продвижения, развития своих компетенций, наши менеджеры с удовольствием вам помогут. Для этого вы можете заполнить маленькую форму, просто где оставить свои контактные данные, и наш менеджер с вами свяжется. Я вижу вопрос в чате. Александр, можем ли мы на него ответить сейчас? Повторите вопрос. Александр спрашивает. В своем выступлении дайте, пожалуйста, сравнение возможностей и области применения программ AutoCAD, SolidWorks, Inventor, 3D Max. То есть по этим параметрам, почему именно одной из этих программ по сравнению с другими отдается предпочтение в проектировании в мире бизнеса и профессионалов технического творчества? Да, я отвечу на этот вопрос, отвечу достаточно кратко. Но прежде всего, 3D Max это вообще сапром не является, поэтому в данном случае его обсуждать мы в принципе не будем. Собственно, AutoCAD, SolidWorks, Inventor – это система автоматизированного проектирования. Да, у каждой свои задачи. SolidWorks, Inventor являются конкурентами на рынке, но SolidWorks, по моему мнению и по мнению большинства, является более удобным, более продвинутым. Но опять же, выполняют они одни и те же задачи. Более подробно, чтобы ознакомиться с характеристиками, это, конечно же, надо зайти на официальные сайты производителей. Там будет написано преимущество той или иной программы перед другой. Ну а, собственно, почему отдается предпочтение? Выбирают, исходя из различных параметров, из назначений, задачи, конечно же, из цены. Можете еще уточнить? У меня такой вопрос. Если сама программа достаточно дорогостоящая, то в учебном центре как происходит обучение, если слушатель работает из дома? Ну, прежде всего, конечно же, лучше приходить в класс на занятия, потому что мы предоставляем у нас замечательное техническое оснащение классов, оснащенное современной и мощной техникой, потому что такие курсы, как SolidWorks, всегда проходят на мощных компьютерах, поэтому лучше, конечно же, прийти в класс и заниматься, потому что для домашнего обучения программу это получить, ну, мы говорим о легальных, естественно, способах, конечно же, невозможно. Но многие слушатели, кто по вебинару, делают это непосредственно у себя на работе или приезжают в класс. То есть формат открытого обучения предполагает занятие в классе? Конечно, формат обучения, естественно, предполагает занятие в классе, конечно же. То есть, если выбираете открытое обучение, тогда вам предоставляется рабочее место с доступом к программе? Да, предоставляется рабочее место, закрепляется за слушателем, где он сможет выполнять материал. Более того, если недостаточно времени занятия, то в открытом обучении можно приходить пораньше. Если занятие начинается, например, в 10 часов, можно прийти за час раньше, можно чуть задержаться. И при необходимости по согласованию с администрацией комплекса всегда еще можно взять дополнительную, то есть, организовать дополнительную работу. По сообщениям слушателей в чате я вижу, что очень много двоечек. Это значит, уже слушатели приступили к изучению программы SolidWorks. И могу вас тогда сориентировать, что если вы проходите даже раздельно все курсы по этой дипломной программе, то при окончании вам выдается диплом о профессиональной переподготовке. То есть, вы можете проходить дипломную программу в своем темпе, когда у вас есть такая возможность, и на выходе получить такой вот замечательный диплом, который подтвердит вашу квалификацию и будет вашим преимуществом на рынке труда. Также, наверное, мы сегодня проговорили, что и развитие своих коммуникативных навыков, тайм-менеджмента и умения работать в команде, надо осваивать параллельно, чтобы продолжать быть востребованным на рынке труда и конкурентоспособным. Ну, про технический английский я уже тоже упоминала. Может быть, Александр, у вас есть какие-то тоже лайфхаки, как, что может способствовать карьерному развитию в этой области? Ну, прежде всего, конечно же, это желание и стремление учиться и повышать свои навыки, постоянно совершенствуясь, изучая новые инструменты, да, то есть двигаться вперед. Коллеги, есть ли вопросы, уважаемые слушатели? Пишите, пожалуйста, в чат. Мы с Александром с удовольствием на них ответим. Что бы вы еще хотели уточнить по дипломной программе, либо по профессии? Я вижу, что вот Илья написал нолик, это значит, что он еще пока не приступил, да, к изучению. Илья, может, у вас остались какие-то вопросы? С чего начать? Как? Что важнее, допустим, что на первом плане, что вторично? Ну, я вопросов не вижу, дорогие друзья. Я надеюсь, что вам сегодня был полезен наш вебинар. Если какие-то вопросы у вас останутся, пожалуйста, записывайтесь на бесплатную консультацию по профессиональному развитию. Мы с удовольствием на них ответим, если они возникнут. И будем всегда рады, что вы к нам приходите учиться, и также будем рады всем новым слушателям. Александр, хочу поблагодарить вас за сегодняшнее выступление. Да, спасибо вам, спасибо всем за внимание. Обязательно приходите на курсы, будет интересно, я обещаю. Выключаю запись. Продолжение следует...